Как ты выучил английский так, чтобы режиссер сказал тебе да? Все, что она могла сказать, это hello, how are you next to meet you? И напоследок Пенелопа мне сказала, не надо стесняться своей уникальности. После этого я связался с Антонио Бандерас и попросил несколько советов для вас. Шарлиз Терон. Шарлиз Терон родилась в Южной Африке, и ее родной язык — африканц. Арнольд — человек с железной дисциплиной. Просто вставай на час раньше, и будьте время на английский. Делай, как и я. Всем привет! И сегодня мы с вами поговорим о Голливуде. А точнее, о голливудских актерах, которые смогли выучить английский так, чтобы получать Оскар и стать мировыми актерами. Более того, мы практически окажемся на съемочной площадке и спросим у каждого из них, как ты выучил английский так, чтобы режиссер сказал тебе да? Yeah. Поехали! Пенелопа Крус — испанка, которая переехала в 20 лет в Америку и вообще не разговаривала на английском. И давайте посмотрим, какой же сексуальный акцент она имеет сейчас. My name is Penelope Cruz, and I was born in Madrid, Spain. The first edition was for my manager, who looks for actors every year to represent, and she was testing like 300 actors. Небольшой пролог про то, как Пенелопа пришла к своему fluent English. Приехавши в Америку, Пенелопа уже была признанной актрисой в своей стране. И поехала в Голливуд за американской мечтой, чтобы стать мировой актрисой. Но в Голливуде это вообще никого не интересовало, и на всех кастингах ей говорили. Sorry, но английский ты знаешь не очень, у тебя сильный испанский акцент, поэтому рекомендуем тебе сходить на курсы английского, Space Deer. Выучить английский лучше. Но Пенелопа не отчаивалась, и вместо курсов английского она все равно ходила на кастинги. И знаете что? Она получила свою первую роль, вообще еще не выучившая английского. Все, что она могла сказать, это hello, how are you nice to meet you, и заучивала диалоги, которые у нее были прописаны в сценарии. На самом деле режиссер все понял, что он английский не знает, но Пенелопа ему понравилась. Но он ей дал свою первую роль, хотя Пенелопа ничего не знала в английском языке. Об этом она сама говорит в интервью, которое мы сейчас с вами посмотрим. And then he realized that all the English I spoke was the lines that I said on the tape for the character. That's all you knew. And how are you, and thank you, and nice to meet you, and that was all. В общем, так это... Да что в общем-то? Какая в общем? Что там? Да в общем. Так и началась мировая известность Пенелопы Круз, которая довела ее и до Оскара, и до Тома Круза, ну и конечно же до Fluent English. И для того, чтобы вы, любимые зрители, смогли получить совет от Пенелопы Круз, я ей позвонил и пригласил в нашу рубрику «Английские истории». Хотел мне взять интервью, но у нее сейчас очень много съемок, и она сказала, я тебе все расскажу по телефону. Поэтому слушайте два самых крутых совета, как выучить английский от Пенелопы Круз. Первый совет от Пенелопы, что не нужно бояться ошибаться. Вот встречалась она с Томом Крузом, разошлась с ним, но фамилию оставила. Это важно. То же самое и в английском. Не нужно бояться допускать ошибки, их нужно анализировать. Более того, Пенелопа рассказала очень казусную историю, которая с ней произошла из-за незнания английского. Как-то она пришла в парикмахерскую и попросила в конце стрижки высушить ей волосы, что на английском будет «blow dry». Но в итоге она сказала не «blow dry», а слово, которое вообще в Ютубе произносить нельзя. Но я вам вставлю небольшую вставку. Но я сделал для вас крин, чтобы вы могли прочитать это слово. Второй совет от известной актрисы – это практикуй английский на протяжении всей жизни. Пенелопа мне призналась, что у нее и по сей день есть кто-то, кто занимается ее английским. Конечно, это уже не Том Круз, но Пенелопа практикует, практикует, практикует и еще раз практикует английский язык. Поэтому будь как Пенелопа Круз, практикуй английский. И напоследок Пенелопа мне сказала – не надо стесняться своей уникальности. Не надо стесняться. По факту Пенелопа очень часто слышала на кастингах – у вас сильный испанский акцент, у вас сильный испанский акцент. Но на сегодня Пенелопа получила Оскар, и многие критики говорят, что именно благодаря этому сексуальному испанскому акценту. Изучая английский, не нужно стесняться, что у вас всегда будет присутствовать славянский акцент. Как минимум, нужно осознать – вы уже никуда от него не денетесь. Если вам немного за 30, песня сразу в голове, и кажется, что учить английский уже поздно, то Антонио Бандерас сейчас вам докажет, что это не так. В 22 Антонио уже снимался в испанском кино, но когда ему стукнуло за 30, он решил покорить весь мир и поехал в Америку, где все разговаривали на английском, увы. Но Голливуд его принял не сразу, и поначалу Антонио снимался просто в эпизодических ролях без слов. В итоге, пока я лечу в Лондон, я нахожусь с одним сеньором, который сидит со мной на одном сидении, и который начинает обращаться ко мне по-английски, а я не знаю ничего. Но ничего из того, что говорит человек, на половине беседы он понял. Я выучил три строки. Первая была «Yes». Вторая была «Of course». Конечно. И третья была «I can do that». Я могу это сделать. И затем последнюю я тоже так отпустил, что человек в нее поверил. И потом, спустя меньше, чем две недели, меня позвали в Нью-Йорк. Одна из первых главных ролей Антонио Бандерас на английском была в фильме «Короли мамбо». И там он уже сыграл на английском, но английский все еще не выучил. Ну и по советам своей землячки Пенелопа Круз, он просто заучивал на слух свои фразы и воспроизводил их на английском языке. Производителем английской речи был. Как это получилось, вы можете посмотреть сами в фильме на языке оригинала. Следующую роль Антонио сыграл с Томом Хэнксом в фильме «Филадельфия». И Том Хэнкс Бандерасу сказал «Не теряй ни в коем случае свой акцент. Потираешь его, потеряешь себя». После этого я связался с Антонио Бандерас и попросил несколько советов для вас о том, как довести свой английский до уровня fluent. Совет номер один. Говорите на английском как можно чаще. Не упускайте возможности перекинуться хотя бы пару фраз с каждым, кто может поддержать с вами разговор. Антонио говорит, что начинал уже давать интервью на английском языке даже тогда, когда не совсем понимал, что его спрашивают на английском языке. Второе – это не стесняйтесь своего акцента. Сам Антонио говорит на эту тему так. Произношение и акцент – это две разные вещи. Вы никогда не будете говорить как носитель языка, но это не значит, что ваш английский не будет fluent. Шарлиз Тарон родилась в Южной Африке и ее родной язык – африканц. Наверное, вы тоже не особо знаете, как он звучит, поэтому Шарлиз нам записала небольшой ролик, как она на нем разговаривает. Шарлиз Тарон переехала в США в 19 лет и к тому моменту уже неплохо знала английский язык. Как она его выучила? Шарлиз Тарон дала нам два неплохих совета. Первый – она смотрела очень много фильмов и сериалов на языке оригинала. Более того, она повторяла много фраз за актерами фильма. Второй совет – Шарлиз Тарон очень много пела на английском – в душе, на улице, на африканском огороде, потому что ее родители – фермеры. Поэтому, если ты смотришь фильмы на языке оригинала или поешь песни на английском, поздравляю, скоро ты будешь в Голливуде вместе с Шарлиз Тарон. И завершает наш топчик Арнольд Шварценеггер, который переехал в США в 21 год, а до 21 он разговаривал на немецком. На самом деле, Арнольд очень долго и усердно изучал английский язык. И избавиться от жесткого немецкого акцента ему было очень непросто. Арнольд – человек с железной дисциплиной. И когда я спросил у Арнольда, где мне найти время на изучение английского, он мне ответил, просто вставай на час раньше и будьте время на английский. Делай, как и я. Но благодаря своей целеустремленности и усердию, Арнольд Шварценеггер смог стать не просто актером, а даже построить политическую карьеру в Америке и стать губернатором Калифорнии. Первый совет от Арнольда – это «учи английский много». Арнольд посещал не просто курс английского, он посещал спикинг-клабы, специализированные клубы. Более того, он устроился продавцом в магазин спортивной одежды для того, чтобы его работа была непосредственно связана с коммуникацией на английском. Второй совет плавно выплывает из первого, а именно «постоянно нужно иметь собеседников на английском языке». Арнольд в своей автобиографической книге пишет, что переехавший в Америку, он даже отказался ходить на свидания с немецкими девушками. Он сказал «я буду строить отношения только с американскими девушками и не хочу болтаться с немками, не упуская свидания с американскими девушками». Третий совет от Арнольда Шварценеггера – это читать журналы и газеты на английском языке. Таким образом, он учил новые английские фразы и слова, а второй он всегда был в тренде и в курсе событий, которые происходили в Америке. Я надеюсь, вы вдохновились этими историями и теперь точно найдете время на изучение английского. Как минимум для того, чтобы не попадать в такие казусные ситуации, как Пенелопа Крус и Антонио Бандерас. Но и не стоит сильно переживать по поводу своего акцента. Как говорил Арнольд Шварценеггер, акцент стал неотъемлемой частью меня, и людям, правда, это нравится. Ну а мы тебя ждем у нас в антишколе английского. Для того, чтобы ты смог заговорить не хуже, чем голливудские актеры. Пока. Ну так нормально, когда ты не говоришь пока, а я тебе говорю пока.